книга открытым оком тема суды вопрос 12 том 12 вопрос 2740 можно ли учиться на ваших судах огрызались ли те на кого вы подавали за поношение веры христианской отвечает игнатий тихоныч лапкин у меня уже выигранных четыре суда и плюс по уголовной по указу получил за похищенное это 5 и ни одного проигранного процесса судиться следует тогда когда трогают нашу веру лично за себя можно и перетерпеть здоровый мужик с телевидения начал блажить придуряться что наши звонки которых было не больше двух сделали его инвалидом а курил даже каждые 10 минут я его пристыдил что у нас такая симпатичная молодая женщина судья центрального района сухарь вот а он перед ней такой спектакль ставит в его пользу ничего конечно вы его пользу конечно не вы решили а с работы уволили что и следовало ожидать вот как он конючил бессовестно в суде и прямо в зале судебном матерился кавычки открываются после выхода в эфир телепередачи потеряевка легенды и реальность автором который являюсь мне практически ежедневно звонили члены православной общины которая руководит лавкин и гнати тихонович с требованиями о предоставлении последнему эфирного времени более того в них начали звучать угрозы дескать меня обязательно за эту передачу постигнет божья кара кроме того ко мне на работу приходил по просьбе лавкина член общины яковлев ва наша беседа продолжалась около трех часов конечный смысл ее я сергей лавриненко великий грешник сын дьявола и меня обязательно постигнет кара божья после этих звонков я почувствовал ухудшение состояния здоровья но к врачам не обращался так как до работы на телевидении я более 20 лет служил военно-воздушных силах россии уволен по сокращению штатов имел диагноз здоров годен к летной работе на всех типах реактивных самолетов без ограничения эти звонки довели меня до стресса я принимал успокаивающие средства но они мне не помогали я был доведен до такого состояния что не мог нормально выполнять свои должностные обязанности после этих звонков бессонных ночей постоянных моральных переживаний за свое здоровье свою жизнь здоровье и жизнь членов моей семьи состояние моего здоровья резко начало ухудшаться 29 февраля 2002 года мне на рабочем месте стало очень плохо я начал терять сознание стенокардия второй стадии гипертония 3 стадии после выписки мне потребовалось пройти курс реабилитации в санатории барнаульский но средств на путевку у меня нет один два раза в месяц на гтрк вызывалась бригада скорой ухудшение у меня повторяется периодически до того как работа свела меня сладким я был здоровым человеком и никому из врачей кроме стоматологов за помощью не обращался с таким комплектом заболеваний я вправе оформить третью группу инвалидности но не оформляю потому что дорожу своей профессии не хочу подпасть под сокращение прошу суд взыскать сладкина 500 тысяч рублей сейчас у меня три кардиологических заболевания которые необходимо лечить и на это требуется большие материальные затраты 8 апреля 2002 год лавриненко с кавычки закрыты а вот прелюдия к еще одному встречному иску кавычки открываются деревенская община поселка потеряевка заявление мы члены свято-анфимовской общины поселка потеряевка ознакомились со статьей жизнь в потеряевке без зеленых прикрас в номере 27 за 27 мая 3 июня 1999 года страница 10 мк на алтаре общее собрание членов церковной деревенской общины поселка потеряевка возмущены дикой клеветой поношением нас всех и в первую очередь лапкина и гнатия тихоновича почетного члена деревенской общины главными виновниками появления хамской статьи является дружинин дмитрий геннадьевич давший интервью федяев дмитрий александрович выполнившие бессовестный заказ в грязной газете и сама газета мк на алтае питающая надуны питающаяся надуманными скандалами и художник курдюмов автор демонических автор демонического видно гнусного рисунка для нас верующих людей ложь смертный грех твердое обещание никогда не лгать является первым условием качеством поселенца в общине поэтому все сказанное нами есть совершенная истина первое мы свидетельствуем что мы все до единого жители поселка потеряевка сами добровольно и охотно пожелали жить здесь и не раскаиваемся в том что здесь живем никто нам мягко не стелил мы знали о трудностях первопроходцев и не ропщим а радуемся в потеряевку никого не вовлекают напротив из полутора тысяч заявок за последние из разных республики регионов дали разрешение только двоим потеряевки селятся только семейные и никаких общежитий одиноким не было или нет жениться Игнатий Тихонович никому и никогда не запрещал каждый сам по себе по любви избирает спутницу с учетом крестовозвиженской общины в городе барнауле отец яаким священник за 10 лет повенчал 13 молодых пар и 9 уже живший в браке обратное сему утверждение в статье бессовестная ложь детей у нас много аборты запрещены дети учатся в общеобразовательных школах поселка потеряевка и села кочина как и все дети в стране в воспитание наших детей и в нашу семейную частную общественную политическую религиозную жизнь Игнатий Тихонович не вмешивается никогда да и живет то он в городе барнауле в деревне бывает только летом и все время находится в детском лагере стане как его основатель и начальник Ввиду своей занятости и нашей теплохладности он нам не пишет и писем только проводит воскресные проповеди по насущным вопросам веры и жизни Утверждение дружинина Д. Федяева Д. о тотальном вмешательстве Лапкина И. в нашу жизнь есть бессовестная ложь Третье. Отец Дмитрия даже не названный по имени в статье по Библии это отребия земли люди без имени Книга Иова 30 глава 8 стих Или безымянные демоны по житиям святых Хитростью сумел прописаться в поселке Потеряевка В поселке Потеряевке Но бывал здесь только наездом в свой огород Дом так и не построил С сыном взяли у государства подъемные деньги на организацию фермерского хозяйства И ничего конечно же не организовали Государству деньги не вернули Смотри постановление Совета Министров РСФСР от 4 апреля 1991 года номер 9 пункт 13 Положив пятно вороства на христианскую деревню Отец Дмитрия Геннадий Петрович Дружинин пенсионер, милиционер, подполковник Ходил по деревне пьяный, приставал, угрожал, сексотничал Строчил жалобы на нас И мы вынуждены были принять решение не сообщаться с ним В огороде у него был колодчик и лагерный кололец Открытый всем приезжим с указанием на столбе и стрелкой 125 метров Что милиционер ездил за водой 12 километров это выдумка Если ездил то только за спиртным, за водкой Которая спаивал нанимаемых им алкашей Ему ни Игнатий, ни мы не угрожали А он нам угрожал посадить, размазать, сделать зло Встаем мы все в деревне в разное время И никто, ни Игнатий Тихоныч нас не будет Едим все, что душа желает, мы свободны А два Дмитрия Дружинин-Федяев оклеветали нас Сломавшимися, затюканными и живущими под гнетом И унижением деспота и самодура Неужели за такое унижение Лавкина и Игнатия Тихоныча Лужицы недостойны порицания и наказания В деревне нет ни одного бункера Никому к нам не запрещено приехать Кто с добром и с любовью Из потеряевки, из жителей уже построившихся Обзавесшихся хозяйством еще никто не сбежал У дружининых, в кавычках, фермеров Была лишь шавочка, да, воробьи и мыши Два лодыря что построят? Сектант Илья Бутырин приезжал на один день Его накормили и напоили, и с миром проводили Еретик-пятидесятник осудил нас за чрезмерный труд На уборке хлеба Для руководства нам, православным христианам В потеряевке даны Библия, кануны церкви Устав церковной деревенской общин Принятый на общем собрании Если бы кто-то что-то против Навязывал нам Мы не примем, ни по чьей диктат не склонимся И особо согрешил художник Курдюмов Изобразивший нечистую силу Она и явится к нему С натуры рисовал Подписи Лапкин и Айкин, протоиерей Староста Барабаш, И.А. Плотников, Д.У. Устинов, В.А. Киличков, Н.Л. Буртова, Л.Устинов, А.В. Генчук, Е. Куюмчиди, Шадрина, Н.В. Минаева, Л.И. Барабаш, Е.А. Лапкина, Л.И. И другие Кавычки закрыты Дружинин Д. подал встречный иск Кавычка открывается Обо мне распространены сведения, что я лодырь, вор, клеветник, еретик, фермер в кавычках Кто дал право обвинять меня в целой совокупности уголовно наказуемых деяний Признать виновным в совершении которых РФ в Российской Федерации может только суд Также грубо ранит меня обвинение в ереси Я глубоко верующий христианин, член церкви Новая Жизнь От его слов вид древними временами, когда существовала одна лишь господствующая религия А всех инакомыслящих еретиков сжигали на кострах Примерно то же самое происходит сегодня в поселке Потеряевка Но пока без человеческих жертв Инакомыслящих просто изгоняют Но разве сопоставимо это со стандартами современного демократического общества? Еще раз необходимо подчеркнуть Что все эти сведения содержатся в официальном документе Исковом заявлении, адресованном в суд Копии данного искового заявления направлены еще троим ответчикам Судебное заседание по данному делу является гласным и открытым То есть помимо лиц, участвующих в деле и уважаемого состава суда Данные сведения оглашаются еще неопределенному, возможно обширному кругу лиц Следовательно, факт распространения данных сведений очевиден Прошу возместить причиненный мне моральный вред в сумме 3000 рублей Обязать ответчика принести мне публичное извинение Перед составом суда лицами, участвующими в деле И иными лицами, которым порочащие сведения стали известны 22 октября 2001 года Дружинин Д.Г Кавычки закрыты Решение суда В вывеске Дружинину Д.Г Отказать Судья Л.А. Мухова 26 октября 2001 года Книги-притчи 19 глава 28 стих Лукавый свидетель издевается над судом И уста беззаконных глотают неправду Притчи 19.5 Лже свидетель не останется ненаказанным И кто говорит ложь, не спасется Книга-притчи 19 глава 9 стих Лже свидетель не останется ненаказанным И кто говорит ложь, погибнет Игнать Тихонович, у вас микрофон включенный О выгоде и пользе не всегда Приходится судить и торговаться Сглотнешь иной убыток без стыда И даже с радостью от прибывшего счастья А все лишь потому, что есть прицел На что-то высшее, дальнейшее, чем пузо Таких, как покажу, немало дел Но вовсе нет их там, где окоем наш узок Цветы не на продажу Для чего, какая выгода Их не солить ни в чашку Склоняемся до них весной ничком До старости не уставая ахать Кто держит голубей с большой утратой Не на продажу, просто для души Какая выгода Соседу за оградой пришлось воскликнуть Как же хороши Нет выгоды сагбенным аксакалам Сажать плодовые деревья каждый год Плодов им не дождаться Жить осталось мало Вкушать их аромат Другой уже пойдет Но думая в будущее Обогрет все частно О том хлопочат пчелы на лугу И мемуары пишут не напрасно Корпят над листиком Сгибаяся в дугу Что пользуя в памяти народа алкаша От пыльных полок, где мышам раздолья Историки, подобные мышам Не принесут мне пользы ни на сколько Но вечность есть Сурово возвестили пророки и апостолы в Писании Стихами, главами они нам путь мостили Достичь сумели нас своими голосами Большая выгода не скажешь Пользы нет во имя Иисуса пламенно трудиться Помочь глаза поднять Узреть в фаворский свет Иным прибытком Озаряет лица 25 марта 2005 год Игнатий Лапкин Большая выгодна